В правительстве Ульяновской области состоялось совещание, на котором обсудили возможности модернизации очистных сооружений в регионе. По приглашению губернатора Алексея Русских, в Ульяновской области работают эксперты кафедры биотехнологии Российского химико-технологического университета. Мониторинг очистных показал, что они находятся в плачевном состоянии, но вопрос строительства новых объектов требует детальной проработки. Провели огромную работу, обследовали практически все очистные сооружения в 16 районах, 35 обследовали до 25, только 2 эксплуатируются так, как они должны эксплуатироваться. Фактически средний износ очистных сооружений в регионе составляет 78%. Базар на Сызганском, Барышском, Кузоватовском, Новоспасском и Павловском районах очистные изношены на 100%. Сумма затрат на реконструкцию составляет около 32 миллиардов рублей. Мы просчитали объекты, которые мы дадим о финансах и по уже реализуемым проектам направились в соответствующие заявки Министерства Российской Федерации по увеличению лимитов. Первое распоряжение правительства вышло, добавлено финансирование в 123 миллиардов рублей на гланочные сооружения. Из заявленной суммы 208 ждем на днях дополнительных средств до 208 и рассматривается наше предложение по увеличению стоимости. По данным экспертов, проводивших мониторинг работы очистных, в регионе ежедневно сливается около 20 тысяч кубов неподготовленной сточной воды. По мнению специалистов, эти объемы не являются критичными для региона. Кроме того, сточные воды, сбрасываемые на поля фильтрации и орошения, подвергаются естественной очистке. Природа сама справляется с переработкой этих объемов. Такие количества уже давно никто не проектирует и не строит очистные сооружения, а, скажем так, уходит из действующей ситуации разных способов. Но мониторинг состояния и то, что сбрасывается, это в обязательном порядке надо произвести. То есть, ко всей этой работе надо приехать на эти участки, то, что у нас уходит целый ВХК, полей фильтрации, надо получить исходные данные, чтобы потом действительно сделать вывод достойное вручение, заниматься какой-то биологической очисткой. По итогам совещания глава региона Алексей Русских принял решение о создании научно-технического совета. Для работы совета будут привлечены технические специалисты, ученые и практики, которые выработают научно-технически обоснованные решения в сфере модернизации очистных. Делаем с вами программу на 3-5 лет поэтапно. И за эти годы, значит, приводим все очистные в то состояние, в котором оно должно быть. Смотрим источники, где-то ИБК, где-то федеральную поддержку, где-то своими силами. Научно-технический совет должен разработать программу реконструкции очистных. В документе должны быть отражены оптимальные технологии по оптимальной цене на основе мониторинга и научно-технического подхода. Программа позволит избежать необоснованных расходов так, чтобы ни один рубль из бюджета не был потрачен напрасно. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Олправда ТВ